Добрый день, друзья! И сейчас я анализирую свой бизнес, который уже существует больше 15 лет, и за это время произошли изменения. Я хотела поделиться этими изменениями, потому что это бизнес, который начинался оффлайн, такого понятия как онлайн, фактически в 2005-2006 годах не было. Это был бизнес по праздникам, по мероприятиям, организации этих услуг. Потом все плавно перетекло в интернет, и первое изменение существенное, это то, что продвижение, конечно, стало именно онлайн, и интернет стал играть первостепенную роль. И здесь имеет значение большое средство связи. Если раньше это был телефон в первую очередь, то сейчас это мессенджеры, это WhatsApp, Viber, другие способы коммуникации, такие как Telegram в том числе. Сейчас пишут, причем не обязательно днем, пишут ночью, и иногда даже заказ, сейчас почка заказа идет через мессенджер. То есть я могу ни разу не созвониться с клиентом, но заказ уже пришел, перечислена предоплата, и все, состоялось мероприятие. Далее, что за эти 15 лет произошло еще? Это было первое. Второе, продажи через соцсети. Раньше очень важно было иметь какой-никакой сайт, лучшие надвижки на WordPress. Сейчас достаточно иметь лендинга или иметь странички в разных соцсетях. Причем я, например, до последнего момента игнорировала такую соцсеть, которая недавно буквально появилась у нас, TikTok. Очень распространенная соцсеть, но я не воспринимала ее серьезно, как не воспринимала, кстати, еще в 2016 году Инстаграм. Сейчас у нас в Инстаграме картов 10, которые как раз продвигают услуги и товары. Сейчас имеет значение именно ваше присутствие в соцсетях, ваша активность и контент, интересный контент. Это второе. Третье. Сейчас это быстрая смена трендов. Ну, приведу пример на такой услуги, как услуги фокусника. Если раньше пользовались приоритетом фокусники, но если сейчас, например, придет фокусник и научит каким-то фокусом, а это возможно, то у такого фокусника будет большая аудитория, большая будет возможность привлечь эту аудиторию, покупателя. Это уже такая тенденция, что люди хотят, например, обучаться и предоставлять услуга, и предоставляется дополнительная услуга, то есть дополнительные опции. Четвертое. Это то, что если раньше нужен был обязательно офис, лучше в центре Москвы, то сейчас вся цепочка продаж может проходить через интернет и даже может быть лучше, если нет этого офиса, потому что нет дополнительной ценовой нагрузки на услугу и дешевле продвигается товар. И еще пятое, что существенно, это быстро все копируется. Быстро все копируется, то есть вы создаете какую-то новую услугу, чуть ли не бренд какой-то, а как было, например, у нас был создан бренд «Кинезоопарк» и сразу появились новые «Кинезоопарки», «Киноаренды» и так далее. Но это не важно, потому что то, что люди копируют, это говорит только о популярности того, что вы делаете. Здесь важно сохранять постоянного клиента и ценить этого клиента, делать для него все возможное, то есть быть максимально приближенным к клиенту и делать максимально возможное для него. Вот это, скорее всего, такие основные пять изменений, которые я отмечаю своим бизнесом. Так что на связи. Если интересно, пишите, комментируйте. Может быть, у вас есть свои дополнения. Спасибо.